А сейчас у нас на скайпе Александр Белинский из Горловки. Есть он, да, уже? Пока мы настраиваем связь с Белинским, Сашей, я расскажу вкратце о том, что происходило в Горловке. Вчера губернатор Донецкой области Сергей Тарута побывал в Горловке, где столкнулся с протестами людей, которые за ним ездили на автобусе нерегулярные перевозки, этот автобус назывался, и нанят был, судя по всему, специально для срыва мероприятий с участием губернатора. И сегодня на площади Ленина весь палаточный городок гудел, как же хорошо, что мы ездили за Тарутой, как мы следили за его передвижениями, и все так вот нелестно отзывались о действиях нынешнего губернатора, хотя ничего страшного он в Горловке не делал, он просто съездил туда с рабочим визитом. Так, скайп у нас есть, мне говорят, но я пока Сашу все равно не слышу. Саша, привет, меня слышно? Алексей, меня слышно? Я тебя слышу, а ты меня? А он меня теперь не слышит. Я напоминаю, что у нас тестовое вещание, мы все настраиваем, в течение еще нескольких недель мы будем настраивать, потому что это не наша студия, это редакция новости Донбасса. Мы организовываем общественное телевидение исключительно на своих силах и добровольных началах, и тратим свое личное время вместо того, чтобы пойти домой, посидеть, посмотреть телевизор, еще чего-то в пятницу вечером куда-то сходить. Мы сидим в офисе и обсуждаем текущие события, и пытаемся разорвать тот информационный вакуум, в котором оказались наши с вами жители в Донецкой области. Мы потом еще вот эти газеты с вами обсудим, и я докажу этот свой тезис попозже. Саша, ты меня слышишь? Да, да, слышу. Привет, добрый вечер. Добрый вечер. Саша Белинский у нас главный редактор сайта Горловка.ua, и сайта, который освещает новости по славянску Славгород, да, у тебя называется второй сайт? Да. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, вот у вас события вчера происходили в Горловке, эпицентр сместился к вам. Что у вас там происходило с губернатором Сергеем Тарутой? Ну, на самом деле, мы ждали губернатора уже давно, мы уже на двух. Да, рассказывай, рассказывай. Мы уже слышали, ну, две недели ждали губернатора, он на аппаратных совещаниях заявлял, он не едет. Ну, как бы, его приезду подготовили, сутки, полный сессионный зал, мы были с, то это участники митингов, они, ну, с плакатами, они прививали Таруту, он хотел с ними побеседовать, услышать их проблемы, чтобы они озвучивали. Полный сессионный зал был, но в итоге ничего не получилось, потому что они не хотели его услышать, выкрытывались из этого зала. В итоге это пропелось где-то минут 20, и, ну, совершенно не получилось. А кто вот эти люди, которые преследовали его, можешь рассказать, кто они, откуда? Это ваши местные жители? Ну, я думаю, что местные, да, это организаторы наших митингов пророссийских. Там все были, и Александр Филиппов, Елена Лирошевская. Тех, кто вот, ну, люди уже 5 или 6 недель, каждую субботу будут митинги под флаганами. Было 5 или 6 человек? Не-не, 5 или 6 это лидеры. А, лидеры. А они, эти лидеры, как-то активно участвуют в жизни вашего общества, вашей территориальной громады, вот те, которые следили за губернатором? Ну, нет, до этого я их не видел, как бы, они в основном вот появились во время митингов. Просто это важно установить? А, просто это важно для нас установить, как давно появились эти люди в вашем вот... Да нет, как месяц, как вот Александр Филиппов, мы на сайте писали, что он ранее сутимый, да? Вот, я его сколько вот занимаюсь, вот, фирмалист, я только первый раз увидел, вот, спасил Попольповский. И я, как-то, когда проявлялся, у остальных, я как-то... А вот можешь о нем более подробно рассказать об этом Филиппове? Что у него за судимость и почему его так привлекает идея русского мира? Вот он же из криминального какого-то прошлого мира, из криминального. Какая связь между криминальным миром и русским миром? Ну, на самом деле, я особо о нем, ну, знаю о нем, как по словам, больше, чем... Уже третья судимость, первая судимость была... Потом судимость была... Последняя судимость... Он на первом митинге сам себя встретил, приехал на машине... Но в итоге, потом, через 2-3 недели, его... Я спрашиваю о том, что он забрал средства, которые они вместе собирали, и распоряжался ими по своему усмотрению, с ними не согласовал. Сейчас уже там другой человек занимается митингами. Но вот когда пришло Таруто, Филиппов тоже был. Он одним из первых спрашивал, признает ли это легендаримное... Как он относится к выполняющему обязанности президента. Во время Таруто, когда был Таруто, он активно участвовал в сессионном зале, активно участвовал. И он же, Филиппов, сейчас, если вы видели, сегодня была ситуация на посту у нас. То есть, Филиппов у нас, я так понимаю, он представляет собой все пророссийские митинги, и он же является одним из организаторов блокирования вчерашнего, блокирования Таруто. Ну, да, он был вперед, да. А скажи, вот из Горловки постоянно приходят какие-то сигналы, то Гаги Кагавилян, я помню, у вас такой персонаж был, он приезжал сюда на памятник Шевченко, Евромайдан, где проходил, и проводил какие-то мероприятия, связанные с тем, чтобы не допустить проведения мирного собрания. При этом тогдашний губернатор Шишацкий рассказывал, что... А где Евромайдан? У нас нет Евромайдана никакого в Донецке. И вот этот Гаги, где он сейчас? Ты знаешь, что с ним? И он тоже, кстати, из Горловки. Ну, вы тоже ж наблюдаете за ситуацией в нашем городе. Вот эта неделя показала, что очень много событий, как бы, да, вот, вот, въезды будут, и все обсуждали это. Тот человек, кого вы называете, он исчез из города, ту же ночь, когда исчез президент Геннадьевич из страны. И вот уже более месяца мы всех тех, кто выезжал в Донецк и разгонял в Евромайдан, мы их всегда не видим, их нет. По моим данным, некоторые люди из-за границы, некоторые в России. Они не участвуют, возможно, именно они не участвуют в российских фейернгах. Ну, вы видели, что заявили, ну, министр МВД заявил, что подозреваются в убийстве наше решение, где-то в месте Вячеслава Веремия, тоже горчат. И эти люди тоже, я так думаю, в Донецк и в Евромайдан, сейчас скрываются следствия. На самом деле, это не поправляет, ну, нашему городу статуса, потому что Горловка последние месяца встречает, ну, реально, как столица Донбасса. Наши полуформисты, представители бывших или нынешних криминальных городов, выезжали в Донецк и разгоняли ее в Европу. Там ниже подозреваются в массовых убийствах в Киеве. И Горловка не сходит ни газет, ни интернет-сайд. Ну, на самом деле, это как бы ситуация, но мы должны ее не видеть. Не одни бандиты живут у нас, но в последнее время, по сожалению, это так. Ни Гаги Кавеляна, либо людей, кто не мог бы часто показывать, уже более месяца не вижу. У нас немножко не совсем хорошая трансляция звука. Я напоминаю зрителям, что мы работаем в тестовом режиме. Наше общественное телевидение Донеччины – это добровольный проект, который осуществляется на пожертвование тех людей, которые нас смотрят. Мы можем улучшить это качество, если мы купим лучшее оборудование для включения всех городов области и журналистов, которым мы доверяем, чтобы они могли оперативно информировать нас и вас о том, что у них происходит. А из того, что сказал Саша до этого, то он сообщил о том, что Гаги Кавелян – это тот человек, который был на митингах в Донецке, антимайдан. Сейчас его в Горловке не видят, и он исчез из Горловки в ночь, в день, когда исчез и Янукович в том числе. А вчерашние все похождения с губернатором Тарутой организовывали местные люди, которые имеют судимость, и этот человек. И мы рассуждаем о том, где же связь между русским миром и криминальным миром. И судя по тем ощущениям, судя по тем фактам, которые у нас есть, то в Горловке как бы связь присутствует определенная. А еще один вопрос короткий, Саш, к тебе. Просто связь очень плохая, и я объяснил почему, но по возможности как-то, наверное, еще ответишь. Скажи, какая вообще активность на выходные в Горловке сепаратистов планируется? Как бы кратко только скажи. Они сказали, что будут собираться каждую субботу до президентских выборов. А так они же не признают президентские выборы? Ну, я не знаю. Всех, с кем я беседовал, они сказали, что мы будем выходить каждую субботу. Их количество уменьшается, это факт. Но они продолжают выходить. Я думаю, завтра у нас ожидается мидинг. И так они сказали, что в мае месяц. Но количество уменьшается. Вот месяц назад, то, что было в ту субботу, если там выходило те 3000, то в последнюю субботу было человек 300-400. Скажи, говорят, какой-то блокпост установлен между Горловка и Артемовском. Это что такое, ты не знаешь? Это известный блокпост. Вы сегодня, мы о нем писали, вы писали. Это в районе Майорского авторынка. Там машины стоят, они уже более двух недель стоят. И сегодня их пытались коммунальные службы вместе с милицией снять этот блокпост, вывезти покрышки. Вроде бы там нашли три бутылки с коктейлями Молотова. Но в итоге мы сами эти сепаратисты не пожелали уходить. Милиция приехала. Но в итоге они так там не стоят. И стоят. И к ним быстро подъехала подмога Черепска. И милиция. Приезжала городская голова, наш. Но в итоге все осталось в состав. А вот мэр Клеп Горловский, он был на съезде партии регионов, я его видел, в чартерном самолете, который летел в Киев на съезд. И, кстати, он был в составе делегации. Он официально уже, да, член партии регионов? Нет. Он является помощником народного депутата Сергея Египта. А что он тогда делал в делегации? Ну, если это мое мнение интересует, я думаю, что по превращению Николая Левчика. То есть после той встречи, которая происходила у них в Горловке, да, у них установился какой-то коннект, и они писали об этой встрече. Да, да, я думаю, именно так. Это я узнал от тебя, о том, что он публично об этом, когда он не состоит в этом регионах. Тем не менее, это решает большинство подрядов. Да, да, понятно, связь пропадает. Спасибо, Саш, большое за то, что присоединился. Я надеюсь, что у нас будет настроен эфир в ближайшее время, связь по Skype лучше. Мы над этим все время работаем, и я рассчитываю на твою помощь как журналиста и как человека, который знает в Горловке много подводных течений. Рассчитываю на твою помощь в работе над громадским телебачением Донецкой области. Спасибо, Алексей, конечно, большое. Будем на связи. Пока, хорошего вечера.